Чуня и Лёля приехали с Крайнего Севера. Спасибо, что ты напомнил, что мы приехали, чтобы поздравить с днём рождения кого? Разбудить Деда Мороза, чтобы поздравить его с днём рождения, оказалось непростой задачей. Маленьким гостям Дома культуры Буревестник нужно было хорошейко потанцевать и повеселиться, чтобы создать праздничную предновогоднюю атмосферу. А затем поучаствовать в спортивных состязаниях и пройти интересные испытания. Мороза, не бойся, давай! Ребята покоряли ледяные туннели, преодолевали сугробы в снегоступах, делали гирлянды из сосулек и танцевали со снежинками и снеговиками. А затем отправили через снеговика почтовика письмо Деду Морозу от всех молоковских ребятишек. И он, наконец, проснулся. Праздник получился ярким, веселым и таким новогодним. Очень хорошее мероприятие, дети счастливые, танцевали. Очень здорово, очень понравилось. Мы ходим на каждый праздник, посещаем с детьми. Мне больше всего понравилось, что мы отправили письмо Деду Морозу, и что ему так приятно было, что мы его разбудили, и он прочитал это письмо. Мне очень все понравилось, и я очень рада. Сейчас я просто переливаюсь вся от радости. День рождения Деда Мороза в Доме культуры «Буревестник» широко отмечают уже четвертый год подряд. На этот раз в нем приняли участие коллектив театра «Танцы Гюнеш», молодежный актив «Кактус Федор» и сотрудники ДК. Но это только начало праздничных мероприятий учреждения. План у нас большой, достаточно, и он будет еще увеличиваться и увеличиваться. У нас будут проходить и новогодние огоньки в кружках, у нас будут и спектакли для жителей села, как приглашенных артистов, так и наших студий. Также у нас будут игровые программы, и очень-очень много чего еще интересного. Ну а главную елочку в селе Молоково проснувшийся Дед Мороз зажжет 1 декабря тоже тут, у Дома культуры «Буревестник». Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.